Смотри, кого тебе принесли! Ещё одного косола! Держи! Иди ко мне! Отходи, Саша! Это её лошадка! Но Саша уже вообще не реагирует на бабки? 8 лет, как вы думаете. Она вон лежала в той комнате, вот в зале, вот она эта комната, на углу, маленькая. Ей было только три, по-моему, в семнадцатом году, вот, и благо, кошка лежала у неё вот здесь, вот в ней, упала вот там, вот где гусик стоит, на углу, вот так вот, летела, и стекло, и полностью всё попрошивала, и у ребёнка кота на руки убила, Вот так у нас всё сечёт, всё летит. Восемь лет мы, мужа, седу. Находите, не бойтесь, выходите, не бойтесь. Вот такой у нас кошмар, армагедур. Ребёнок уже мне порядок наводит, дрова рубает. Пытаемся как-то выжить. Я их взяла, перец-бомбёжка, и они там были вот так усинки. Это мой голод. Но когда я рукой ему просто так подложила, он клюётся иногда. Так, кто у вас здесь ещё рассказывает? Вот кокос, вот пуля, а вон белая линза. А что ты любишь, Саш, делать? Читать, играть, может быть, поёшь, рисуешь? Ну я иногда, мой мама вчера принесла траву, я с ней иногда плету веночки. А ещё мама мне когда-то купила одну книжку, которую я ещё сильнее люблю. Давайте покажу. Давай, покажу. Вот телекашки. Ниндзи наши. Так, что это такое? Ну, сказка такая, в которой есть разные сказки. Ты их все прочла уже? Да, когда в школу ходила. А сейчас давно не ходишь, да? Да. Я сперва в садик ходила. Я так любила своих трёх любимых воспитательниц. Саша, о чём ты маму просишь каждый день ещё расскажи? Чтобы свет дали, чтобы мультики можно было посмотреть. Я проработала в цирке 20 лет. У нас династия. Родители сначала работали в цирке, потом папа вытащил всех своих родственников в цирке. Вот, в основном папа у нас это всё тянул. Ну, сейчас уже на пенсии 10 лет. В 13-м году вышла на пенсию. Работала я воздушной гимнасткой, акробаткой. Ну, когда сюда зашли ребята, первые, кто здесь были в разведке, они же ходили просматривали здесь, чистили район. Сказали, что есть здесь недалеко семья. Вот вот семья женщина с ребёнком 5-летней. Какие чувства? Чувства, ну, по-человечески хотелось помочь. Жалко людей, жалко народу. Тем более девочкам. Ей 5 лет, она, ну, может, не 5, чуть больше сейчас. Она ни в чём не виновата. Она с рождения, мирной жизни, толком-то не ей. Хочется помочь. Хочется, чтобы, скорее, всё закончить, чтобы у них спокойная жизнь началась.